Во всем мире культурно-исторический туризм является одним из флагманов индустрии отдыха. Люди специально пересекают океаны и континенты для того, чтобы прикоснуться к древней истории человечества. Сочи в этом смысле очень повезло. Он появился на перекрестке эпох. Уже доказано, что городу около двух тысяч лет. Древние греки в лице Клавдия Птолемея называли Сочи Ампсолида, что в переводе означает «город храброго воина». Каменный век, бронзовый период, античность, раннее и позднее средневековье, новое время. Каждая эпоха оставила свой след. В каждом районе курорта есть свои объекты показа. Правда, все они пока логистически разрознены и не объединены одной общей идеей. Есть регионы, где не было архитектуры античности. Есть регионы, где не было раннего каменного века. Есть многие регионы, где не было Византии. У нас практически есть все срезы, которые нужно привести в нормальное состояние, пригодное для достойного показа нашим отечественным туристам и заграничным. Золотое кольцо Баспорского царства – это большой туристический маршрут по местам, где в античное время располагались все города древнего государства. Маршрут включает 10 городов на территории Краснодарского края, Крыма, Ростовской области. Сочинские поселки могут похвастаться не только природными ресурсами, но и богатым историко-культурным прошлым и археологическими достопримечательностями. Поэтому у них есть все шансы стать отдельными мини-курортами, как это работает, например, в Турции. Дальмены, а их в Сочи около 400, античные крепости, 25 древних христианских храмов, многочисленные виллы и поместья аристократов начала 20 века. Все это должно использоваться для развития интеллектуального туризма, который очень любят не только россияне, но и иностранные гости. Мы понимаем, что будущее города, любого города, в том числе и нашего города, невозможно без прошлого. Предприняли мы эту экспедицию совместную для того, чтобы определить наши первые шаги в эту сторону и определить так называемую дорожную карту, ее написать, ее обмозговать и, наконец, начать ее притворять. Один из главных вопросов – определить четкий план взаимодействия с сочинским нацпарком, поскольку большинство объектов находится как раз на его территории. Специалисты уверены, если проект «Золотое кольцо Босфорского царства» заработает в Сочи в полную силу, то город вполне может рассчитывать не на 6,5, а как минимум на 11 миллионов туристов ежегодно. ФКТ.